Острый коронарный синдром Острый коронарный синдром – клиническое состояние, отражающее период обострения ишемической болезни сердца, ведущим симптомом которого является боль в грудной клетке. Исходя из современной классификации, выделяют такие клинические формы. Острый коронарный синдром с подъемом сегмента СТ. У пациента присутствуют типичные ишемические боли в грудной клетке. Острый коронарный синдром без подъема сегмента СТ. Отмечаются типичные для ишемической болезни изменения приступы стенокардии. Инфаркт миокарда, диагностированный по изменениям ферментов. Нестабильная стенокардия. Формы острого коронарного синдрома используются только при проведении диагностики. Причины развития патологии. Причина острого коронарного синдрома – это сочетание внешних и внутренних факторов. К внешним относят курение, избыток жиров в пище, постоянный стресс и малую физическую активность. Острый коронарный синдром – это форма ишемической болезни, то есть проявление атеросклероза коронарных сосудов. Чаще всего он вызван наличием скопления жиров в стенке артерии – атеросклеротической бляшки. Она либо разрывается, закупоривая артерию, либо на ее поверхности образуется защитный тромб, тоже перекрывающий кровоток. К сужению артерии приводит и постоянно высокий уровень адреналина – гормона стресса. Симптомы Общие проявления 1. Боль в груди или дискомфортное ощущение за грудиной 2. Боль или неприятное ощущение в одной или обеих руках, спине, челюсти, шее или животе 3. Сбивчивое дыхание 4. Головокружение или общее чувство слабости 5. Диспепсия 6. Тошнота или рвота 6. Повышенное потоотделение 1. В случае подозрения на острый коронарный синдром первая помощь и госпитализация больного являются обязательными условиями для успешного исхода и исключения дальнейших осложнений. Неотложная помощь, а также транспортировка больного с острым сердечным приступом осуществляется в положении лежа со слегка поднятой головой. Основные этапы оказания первой помощи 1. Нитроглицерин кладется больному под язык. Это первая помощь при сердечной недостаточности, а также при остром коронарном синдроме. Принимать лекарства можно при необходимости через каждые 5-10 минут. 2. Ацетилсалициловая кислота 3. Желательная таблетка по 160-325 мг. Принимается в случае отсутствия нитроглицерина. 3. Квапидогрел Квапидогрел используется в тех случаях, когда у больного имеется повышенная чувствительность к нитроглицерину. 4. Кислородная терапия Проводится ингаляция с помощью гидротированного кислорода с использованием маски или назального катетера. Скорость подачи 4-6 литров в минуту. Если же устройства для ингаляции отсутствуют, нужно обеспечить доступ к больному достаточного количества воздуха. Особенно это относится к тем случаям, когда приступ случился в душном помещении. 5. Анестезия нитроглицерином Проводится под контролем артериального давления и делается внутримышечно в сочетании с димедролом. 6. Морфиногидрохлорид Вводится внутримышечно-однопроцентный в виде фолиевого раствора 1 к 20. Позволяет снять боль, которая длительно не проходит. 7. Гепарин 5000 единиц Дальнейшая тактика зависит от данных ЭКГ и общего состояния больного. Лечение острого коронарного синдрома в стационаре может включать в себя такие терапевтические меры. Ингаляция кислородом, строгий постельный режим, введение медикаментозных препаратов. В рамках медикаментозной терапии врач может назначить такие препараты. В качестве обезболивания могут использоваться и наркотические, и ненаркотические энергетики, например, морфин 1%, который вводят внутривенно. Антишимические препараты, которые снижают частоту сердечных сокращений и артериальное давление. Бета-адреноблокаторы, которые расширяют сосуды, снижают боль в области сердца и замедляют сердцебиение. Нитраты, они также снижают потребность миокарда в кислороде и тем самым расширяют сосуды. Дезагреганты и тромболитики, способствуют рассасыванию тромбов. Статины, препараты, которые стабилизируют атеросклеротическую бляшку. Антиангиональное лечение Лечение начинают с назначения, например, пропронолола 5-10 мг внутривенно. Далее прием внутрь по 160-320 мг в сутки. Метропролол 100-200 мг в сутки. Атенолол 100 мг в сутки. При наличии противопоказаний для назначения бета-блокаторов используют фиропамил, дилтиазем, кордарон. Внутривенно и внутрь. При упорном болевом синдроме используют внутривенное капельное введение нитроглицерина. Он выступает в качестве защитного зонтика в первые сутки нестабильной стенокардии. Средняя скорость введения 200 мг в минуту. Систолическое артериальное давление не должно снижаться ниже 100 мм ртутного столба. А частота сердечных сокращений не должна повышаться более 100 в минуту. Вместо инфузии нитроглицерина можно использовать прием препаратов из асорбидо-динитрата или из асорбидо-5-мононитрата. Например, нитросорбид под язык по 10-20 мг каждые 1-2 часа. При улучшении состояния переход на прием внутрь до 40-80 мг через 3-4 часа. Или используют пролонгированные формы нитратов. Следует подчеркнуть, что нитраты надо назначать только при показаниях, то есть при сохранении стенокардии или безболевой ишемии, несмотря на применение бета-блокаторов или при наличии противопоказаний для бета-блокаторов. Антагонисты кальция применяют при недостаточном эффекте сочетания нитратов и бета-блокаторов, при наличии противопоказаний для приема бета-блокаторов или при вазоспастической стенокардии. Используют веропамил, дилтиазем или пролонгированные формы дегидроперидиновых антагонистов кальция, например, амплодипин. Всем больным полезно назначение транквилизаторов, например, диазепам, диланью по одной таблетке 3-4 раза в день. Таким образом, острый коронарный синдром лечится такими лекарствами, как аспирин плюс копидогрил плюс гепарин плюс бета-блокаторы. Осложнение Самым опасным для больных острым коронарным синдромом является, конечно же, летальный исход. Поэтому пациентам необходимо строго придерживаться рекомендаций врача. В других случаях может развиваться. Сердечная недостаточность Аритмия Острая сердечная недостаточность Нарушение малого круга кровообращения Воспаление перикарда Аневризма Разрыв сердечной сумки на участке инфаркта Профилактика Даже если у пациента есть наследственная предрасположенность к этому заболеванию, риск его развития можно существенно снизить, если следовать таким рекомендациям. Во-первых, следует отказаться от курения и чрезмерного употребления алкоголя. Во-вторых, контролировать свое психоэмоциональное состояние, не нервничать по пустякам, избегать ссор. В-третьих, следует внимательно следить за своим весом и при возможности снизить потребление холестерина. Все это должно сопровождаться регулярной физической активностью, подойдут любые подвижные виды спорта – бег, плавание, езда на велосипеде, быстрая ходьба. Острый коронарный синдром – крайне опасное заболевание, поэтому при появлении болевых ощущений в области сердца обязательно обратитесь к врачу. Помните, что сердце у вас одно и не запускайте его. Спасибо за внимание. Продолжение следует...